Шла я по улице и возле ветеринарной клиники увидела вот такую миску. Сейчас в миске ничего нету, но я думаю, там скоро будет эта ветеринарная клиника. Я вчера ездила в аэропорт, и там я видела на заправке миска с водой надпись, ну, что там напоите своих животных, ну, что-то такое. И еще в одном месте я видела, не помню где, по-моему, в центре, не помню, правда, тоже была миска, и было написано, что здесь вы можете напоить свои животные. Очень здорово. Я вот за три года первый раз видела, но не видела я вот этих мисок для животных. Знаю в Турции, их даже, ну, только там есть какие, там есть бродячие животные, ну, как бродячие, их вылавливают, их как-то стерилизуют, и потом чипируют, и отпускают, и они бегают. Ну, вроде как они потом становятся не агрессивны, эти животные. И по Турции они вот бегают, как бы, нормально. Ну, а так как там жарко, там, ну, вода, еда, особенно вода постоянно для них в разных местах. В Польше бродячих животных нет. Вот, вообще нет их, если они где-то там появляются, их питомники, там, ой, мамочки. А там, если никто не приобрел это животное, ну, цепляют. Ну, мне не страшно, ну, как, животных жалко, но, с другой стороны, лучше так, чем они нападут на кого-то и покусают. Вот в Украине, например, это жуть была, я не могла, я боялась ходить, потому что очень много, очень много бродячих собак, они такие большие, огромные. И были случаи, когда они нападали на людей. Ну, очень частые случаи. Вот. И, ну, сейчас я увидела еще одну миску с водой. Ну, сейчас она была без воды, но, я думаю, нальют туда воду. Вот, очень, очень классно. Потому что такая забота, что не только, как бы, сам хозяин думает о своем животном, как бы, напоить в такую жару, потому что, ну, лето, жарко. А еще и другие люди. Я не знаю, как это прописано законом, не прописано, кто это придумал. Ну, это не первое место, где миска с водой для них. Очень здорово.